На телеканале ПС информационная программа «Панорама Севера» в студии Лариса Истомина. Здравствуйте! Летние месяцы для спасательных служб – период особой готовности, связанный как с пожарами, так и с происшествиями на воде. Подготовку к летнему сезону обсудили сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям в мэрии Архангельска. 12 утонувших, в том числе и один ребенок – такова печальная статистика минувшего года. Чтобы не повторить ее в 2014-м, специалисты мэрии Архангельска и городских спасательных служб приняли ряд мер. Количество спасательных постов будет увеличено до 15, а также… Проводится установка знаков безопасности, купания запрещены. На сегодняшний день подготовлены к установке 70 знаков. Также спасатели будут проводить регулярные патрулирования мест массового отдыха у воды. И уже традиционно к ним подключатся отряды добровольцев. Усилятся и меры пожарной безопасности. Главам администрации округов поручено организовать своевременный вывоз мусора и незамедлительно решать вопрос со сносом неиспользуемых деревянных зданий. По-прежнему особую обеспокоенность вызывают островные территории. Если раньше везде функционировали лесозаводы, при каждом лесозаводе была пожарная часть. Она обслуживала поселок и выезжала непосредственно на тушение пожаров на поселок. Сейчас лесозаводов нет, пожарных частей там тоже нет. И тушат пожарные части, которые находятся в центре города, можно сказать. И время прибытия на пожар – это составляет очень большое время. По закону финансирование дополнительных пожарных частей относится к полномочиям региона. Я думаю, что все равно придется, наверное, обращаться в правительство Архангельской области о поддержке служб МЧС в части финансирования. Потому что только при совместной работе мы можем минимизировать, скажем так, эти вот риски. Минимизировать риски возникновения пожаров помогут и специальные инструктажи, которые специалисты проведут во всех округах Архангельска. Планируется и развертывание в городской черте аншлагов и баннеров, призывающих детей не играть с огнем. В Архангельске продолжается ремонт городских дорог. Накануне работы по укладке асфальта прошли в округе Майская горка. Очередным адресом дорожных работ стала улица Ленина на участке от проспекта Ленинградского до окружного шоссе. В короткий срок предприятие Архкомхоз устранило дефекты на 25 квадратных метрах асфальтового полотна. На данном участке на улице Ленина производится ямочный ремонт фрезой, громадской обитой мастикой и уплотнением дефектным катком. А насколько серьезные повреждения дорожного полотна были на этом участке? Достаточно глубокие и большие. Что неудивительно, ведь дорога по улице Ленина соединяет две оживленные магистрали. Отсюда и немалая транспортная нагрузка. Проведенный специалистами Архкомхоза ремонт автовладельцы оценили по достоинству. Очень хорошо, что стали делать этот участок дороги. Он является очень важным для города Архангельска. Меньше пробок, то есть объезжаешь, чтобы дорога была прямая, ровненькая. Всего за минувшую неделю в Архангельске было восстановлено около 180 квадратных метров асфальтового покрытия. Следующим адресом дорожных работ станет улица Чкалова. Артемий Заварзин, Руслан Симушин. День города. Пенсионный фонд России подвел итоги четвертого ежегодного всероссийского конкурса «Лучший страхователь». В Архангельской области лучшими были признаны 16 организаций. Сегодня представители пенсионного фонда в Архангельске награждали Северное морское пароходство. Одного из 16 победителей конкурса «Лучший страхователь», на котором трудятся более тысячи сотрудников. Нас увидели, нас заметили, потому что, конечно, я думаю, что на уровне Архангельской области это огромные перечисления, огромная работа. Правильно слаженная работа сегодня – это, наверное, уверенность в завтрашнем дне наших работников. Конкурс «Лучший страхователь» учрежден четыре года назад. Тогда в связи с изменениями в законодательстве появилась новая отчетность в пенсионном и медицинском страховании. А вместе с ней и обычные в таких случаях проблемы. Это не просто отчетность, как мы привыкли, какая это бухгалтерская отчетность. Это будущие пенсионные права, которые попадают на лицевой счет сотрудника, хранятся на протяжении всей его жизни. И потом, на сегодняшний день, уже никаким иным документом эти права подтвердить будет невозможно. Совместная работа пенсионного фонда и работодателей позволила отрегулировать систему страховых взносов. Определяющим в этом опросе является не только уровень зарплаты, который руководство предприятия платит работнику. Зарплата должна быть белая, а не в конвертах. Соответственно, страховые взносы оплачены в полном объеме. Отчетность сдана в срок. Все это и есть критерий конкурса, который направлен на повышение социальной ответственности работодателя перед членами трудового коллектива. Виктор Кузнецов, Илья Сумароков, Панорама Севера. В Архангельске прошла совместная акция двух городских приютов для бездомных животных Катунина и Островок Надежды. Главными участниками мероприятия стали четвероногие постояльцы приютов. Некоторые из них в тот день обрели настоящий дом, другие еще раз доказали – беспородный пес ничуть не хуже породистого. Подробности у Екатерины Грициенко. Не бейте брошенных собак, их много, где кусты, заборы. Им тяжело забраться в бабки, чтоб перерыть очистка в горы. Дети читают стихи, кинолог Алексей Ломунов проводит бесплатные консультации для владельцев четвероногих питомцев. А хозяйка пуделя Лара демонстрирует, каких акробатических высот может достичь собака при правильных занятиях. Все это волонтеры приютов Катунина и Островок Надежды организовали для того, чтобы еще раз сказать – завести животное – это значит нести за него ответственность. Это какие-то душевные вложения, занятия, чтобы собак убрали и воспитывали, и не выкидывали. То есть мы считаем это одним из основных компонентов, чтобы в дальнейшем беспризорные животные не появлялись на улицах города. Здесь же на Чумбаровке проходил сбор помощи приютам для бездомных собак. Все они существуют исключительно благодаря пожертвованиям, и ситуация там не из простых. Не так давно истекло время содержания партий собак в пункте передержки городской ветстанции в деревне Павракула. Несколько десятков четвероногих вновь могли быть отправлены на произвол судьбы. За спасение никому не нужных братьев наших меньших взялись волонтеры. Зоозащитниками было принято решение 34 собаки, которых некуда было девать, пристроить временно в приют Катунина. Помочь бездомным собакам можно не только в дни акций. Не бойтесь брать животное из приюта. Беспородные собаки, как правило, обладают хорошим иммунитетом. Сотрудники приюта никогда не отдадут вам нездоровое животное, не предупредив о его болезни. И главное, эти мохнатые существа всегда вам будут преданы и благодарны за спасенную жизнь. Екатерина Грицыенко, Руслан Симушин, Панорама Севера. Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Первая государственная общедоступная библиотека была открыта в Санкт-Петербурге в 1795 году. В наше время глобального интернета библиотеки стали менее популярны. Но в мире существуют книги, которым нет аналогов. И только в библиотеке царит особая атмосфера знаний и мудрости. Ходите ли вы в библиотеку? Такой вопрос мы задали архангелогородцам. Да, мы ходим в библиотеку. Иногда мы посещаем научный зал Добролюбовской. А в основном теперь ходим в детскую за книжками, чтобы читать их вечером малышу. Сейчас нет. Но лежат мои там сборники. Ну так вот получилось. Сегодня читается легко через интернет. К сожалению, давно уже не хожу. Все в интернете покупаю, заказываю. Больше всего люблю исторические книги, публицистику. Ну и современность, конечно. Да, ходим в детскую библиотеку имени Гайдара. Какую берем литературу? Вот сейчас какую книжку читаешь ты, Сень? Книжка о потерянном времени. Евгения Шварца. Очень актуально. Во все времена. Гость сегодняшней темы дня заведующая отделом библиотечного развития Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова Галина Павловна Титова. Здравствуйте. Добрый день. Галина Павловна, во-первых, хочу поздравить вас с праздником, с общероссийским Днем библиотек. У людей есть потребность приходить к нам. Во-первых, в силу образовательных проблем, в силу причин, когда человек в социальном отношении хочет решить какие-то вопросы, проблемы, приходит к нам. Естественно, с образовательной целью к нам идут и школьники, и студенты, и молодежь. Несмотря на то, что университетские библиотеки сейчас богаты фондами и много услуг предоставляют молодежи, но тем не менее мы с удовольствием наблюдаем все увеличивающееся количество школьников в наших стенах. И стоит сказать, что, допустим, людям старшего поколения у нас комфортно, потому что они, во-первых, приходят на все наши события, наши мероприятия и получают возможность здесь поучиться, поучиться первым шагам в интернете. Наши традиционные уже стали Дни гражданин информационного общества. Программы этого события предусматривают курсы обучающих, семинаров, событий, презентаций, связанных с электронными услугами нашей области. Таким образом, хочется сказать, что библиотеки никуда не делись, электронная книга мирно сосуществует, спечатанная. А вообще библиотеки сегодня — это не просто хранилище книг, а современный культурный центр. И областная Добролюбовская библиотека в последнее время тоже меняет формат. Скажите, пожалуйста, какие формы работы с читателем наиболее востребованы? Каждый месяц у нас происходит масса интересных событий. То, что мы традиционно делаем, это всем понятно, это выставки книжные, экспозиции художественные, различные презентации новых книг. Часто бывают конкурсы, турниры даже виртуальные мы проводим. Но то, что в последние годы мы стали обращаться к таким масштабным формам работы, допустим, уже успешно у нас проходит третий раз «Библия-ночь» в формате Всероссийской «Библия-ночи». Тем более в нынешний год — Год культуры. Мы посвятили это событие Году культуры в Российской Федерации. Когда готовят это событие, мы объединяем, можно сказать, все свои ресурсы, все свои усилия. Стоит назвать наши праздники ежегодно. Это праздник «Лето с Добролюбовкой», который, кстати, будет 28 июня в этом году. Мы приглашаем всех, поскольку он будет посвящен очень интересной, значительной теме юбилею Архангельска. И тоже для нас новый опыт — это «Пушкинский вечер в Добролюбовке», который состоится 6 июня. Также всех приглашаем. То есть я хочу подчеркнуть, что сейчас «Библиотека» — она как открытый мир. Она доступна всем и каждому. Любой человек, придя к нам, может узнать что-то для себя принципиально новое. И вернуться к нам опять. Елена Павловна, а востребована ли сегодня профессия библиотекаря, и где можно обучиться? Ну, профессия библиотекаря, она вообще интереснейшая профессия. То, что Николай Рерих, наш знаменитый художник и деятель культуры, сказал, что библиотекарь — это первый вестник красоты и знаний. Очень для нас лестные слова, но тем не менее в них заложен очень глубокий смысл. Потому что действительно, кто встречает на стыке прошлого и настоящего. Это человек и читатели, когда нужно нести на себе некий груз прошлого и в то же время быть современным. Это очень сложно. Это взаимодействие с людьми, это какая-то психологическая нагрузка всегда. Но тем не менее человек очень эрудированный, очень профессионал в своем деле. Это первое, что мы всегда выдвигаем на первый план. Профессионал, компетентный человек, который может помочь по любой теме, по любому вопросу. Обучиться профессии, в принципе, я могу назвать и учебное заведение, даже у нас в Архангельске. Архангельский колледж культуры и искусства, библиотечное отделение, замечательно работает. Пользуясь случаем, Галина Павловна, можете поздравить своих коллег с праздником? Спасибо большое. Я хочу, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, всех поздравить с нашим замечательным праздником, который нас объединяет, вдохновляет на новые совершения, новые дела. И пожелать всем всяческого благополучия, здоровья, удачи. Пускай с нами все время будут умные и хорошие книги. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Напомню, гостем нашей сегодняшней рубрики была заведующая отделом библиотечного развития Архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова Галина Павловна Титова. Далее в нашем выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. В столице Поморья ведется активная работа по нанесению дорожной разметки. Для этого используются самые современные технологии. До конца текущей недели работы по нанесению разметки завершатся на проспекте Троицкий, улицах Воскресенская и Уридского. Кроме того, продолжается работа по покраске леерных ограждений и приведению в порядок барьерных ограждений на мостах. Завершить работы планируют 1 июля. Для ремонта и реставрации музея Степана Писахова в Архангельске ищут подрядчика. Здание на Поморской 10 было признано аварийным в 2011 году. На проведение противоаварийных мероприятий, разработку проектно-сметной документации и непосредственный ремонт в областном бюджете на 2014 год запланировано 6,5 миллионов рублей. Деньги выделены по программе «Культура русского севера». Архангельская и Холмогорская епархия проведет 1 июня благотворительный славянский базар в Марфином доме. Гостей ждет благотворительная ярмарка, концерты музыкальных коллективов, мастер-классы и беспроигрышная лотерея. Все собранные средства будут направлены на помощь многодетным семьям в организации летнего отдыха. Внести денежное пожертвование или принести вещи для проведения распродажи и беспроигрышной лотереи. В Поморской столице прошел гала-концерт 6-го областного хорового фестиваля «Наполни музыкой сердца». В этом году праздник хоров посвящен творчеству известного композитора-песенника Александры Пахмутовой. Песни композитора Александры Пахмутовой одновременно звучат и на Красной площади в Москве, и в Большом зале Архангельского музыкального колледжа. В этом году Александре Николаевне исполняется 85 лет. Очень приятно, что сегодня эти песни поют дети. Дети, которые дальше будут рассказывать и петь эти песни своими друзьями. Чтобы все мы ощущали, что мы граждане большой страны, что мы россияны. В областном фестивале «Наполни музыкой сердца» приняли участие 19 женских, мужских, смешанных, детских хоров и хоровых коллективов, высших и средних учебных заведений Архангельской области. На гала-концерте звучали лучшие произведения Александры Пахмутовой в исполнении лауреатов песенного праздника. Только мы сгонем, по полю идем. Финалом четырех завершился в этом году чемпионат области по баскетболу. В нем приняли участие восемь команд из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Итоги баскетбольных баталий в материале Виктора Кузнецова. В этом году чемпионат области по баскетболу проходил по новой формуле. На первом этапе все восемь команд сыграли друг с другом в однокруковой турнир, по итогам которого были определены четыре сильнейших дружины, которые разыграли весь комплект медалей. Такой формат всем командам понравился. В первом круге проходных матчей вообще не было. До последнего тура мы не знали, кто будет играть в четверке. Все команды очень хорошего качества игру показали, поэтому, несомненно, уровень чемпионата растет. В финальный день соревнований открывал матч за третье место между командой Новодвинска и Архангельским экспрессом. Упорное противостояние с разницей в 5-10 очков на протяжении всей встречи и общий результат 56-49 в пользу баскетболистов города Бумажника. Сразу после этого в борьбу за золото включились два сильнейших на сегодня коллектива Поморья – Архангельская Двина и Северодвинский Севмаш. Конкуренция усилилась. Все четыре команды, которые участвовали в финале четырех равные команды, все могли претендовать на первое, второе, третье, четвертое место. Это определенно равная борьба. Настрой однако у Двины был только на победу. С первых минут встречи они вышли вперед, но долго не могли закрепить преимущество. И счет был как на качелях. Далее они сумели все-таки оторваться от соперника. Разрыв доходил до 16 очков. Финальный сесток зафиксировал счет 73-66. Двина – чемпион. По спортивному закончили учебный год в 4-й Новодвинской школе. Там состоялся турнир по флорболу между детьми и родителями. Организатором спортивного мероприятия стал недавно созданный в школе совет отцов. Построение приветствия на путствие перед игрой – это необычные соревнования. Игроки разные не только по возрасту, но и физической подготовке. А некоторые и клюшку в руках держат впервые. Сегодня в школе у нас первое мероприятие от нашего совета отцов. Решили провести спортивное мероприятие, доиграть в флорбол. Мы планируем со старшими ребятами сыграть родители и дети, а с ребятами помладше уже будет смешанная команда и дети, и родители. В первой игре команды смешанные – красные против желтых. Наблюдая за спортсменами, сразу видно новичков в игре и истинных спортсменов. Но здесь это не главное. Основная цель мероприятия – быть ближе к детям, вызвать интерес у ребят к совместному времяпрепровождению. С детьми не то чтобы сложно, с ними всегда интересно играть. Работа совета отцов только начинается, мы в этом году только начинаем свою деятельность, поэтому сложно судить пока еще. В основном наша цель – быть поближе к детям, к своим. Сейчас же в наше время мы очень мало общаемся с детьми. Отличился на поле Степа Суворов. Юный флорболист посещает детский сад и занимается в спортивной секции. В этой игре он был в центре внимания. Виртуозно владея клюшкой, Степа проводил множество успешных атак по воротам соперников. Он же забил первый мяч. Я хочу в спортзал. Мне сегодня понравилось, потому что мы играли сегодня с папами. Мне папа отдавал пас, и я забил. Первая игра, где участвовали смешанные команды из детей младших классов, закончилась со счетом 3-1. Во второй игре между старшеклассниками и отцами выиграли взрослые со счетом 4-3. Но организаторы турнира решили, что проигравших не было. Каждый участник мероприятия был награжден грамотой и памятным призом. Посредством подобных встреч пояснили в Совете отцов, активные папы знакомятся друг с другом, намечают планы на будущее в своей общественной организации. Спортивное мероприятие закончилось дружеским чаепитием. Городской круглосуточный телеканал ПС продолжает прямые трансляции самых интересных и значимых событий в Архангельске. Смотрите в ближайшие дни в рубрике «Открытый город». 28 мая в 13.30 на телеканале ПС начнется прямая трансляция фестиваля по футболу «Локобол» и первенства Архангельской области по футболу среди мальчиков 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях примут участие 16 команд, представляющих Архангельск, Северодвинск, Котлас, Коряжман, Новодвинск, Плесецкий и Виноградовские районы. 29 мая в 13.50 на ПС прямое включение со стадиона «Труд», финальных матчей и награждение победителей. Смотрите нас и в интернете на портале «Правда Севера». 29 мая в 19.00 онлайн-трансляция из клуба «Колесо». Концерт фолк-группы «Ла Шу» и группы «Корица» «Акустический рок». Открой город вместе с телеканалом ПС. В завершении выпуска информация о курсе валют на завтра. По данным Центробанка на 28 мая, доллар США 34,26 рубля, евро 46,77 рубля. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «В центре внимания. Вопрос психологу». Тема сегодняшнего разговора «Я заложник своих эмоций». Гость программы – врач-психотерапевт высшей категории Владимир Кузнецов ответит на волнующие вас вопросы по телефону прямого эфира 639-717. А у меня на этом всё. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Прогноз погоды с Юнисом и Вельск. Температура воздуха плюс 16, ясно, весь день без осадков, ветер слабый. Ну и, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром плюс 8, малооблачно, слабый ветер. Днём ясное небо, плюс 15 на термометрах, ветер умеренный. Вечером температура понизится до плюс 9, тоже ясно и слабый ветер. На протяжении дня осадков не ожидается. Ну и как обещал. Эй вы, придворная толпа, я вас не вижу, я вас не слышу, я отрешён. Судьба, в которую влюблён, даёт мне право смеяться даже над королём. Увидимся на телеканале ПС. Субтитры подогнал «Симон»